Приветствуем подписчиков и гостей канала все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ 5 рейтинг лучших микрофонов для ПК до 1000 рублей с Яндекс.Маркета. Ссылки на лучшие микрофоны до 1000 рублей вы найдете в описании к данному видео. Ну а наш рейтинг возглавляет недорогой, но в то же время более-менее достойный проводной микрофон RITMIX RDM120. У него, соответственно, ну скажем так, запись идет при минимальных искажениях, которые практически невооруженным слухом не заметишь, да, если правильно настроить. При этом он стоит всего 500 рублей, что удивляет многих, да, ну и как-то люди скептически к нему относятся до тех пор, пока не попробуют. Вот это конденсаторный микрофон, он настольный, подходит для стриминга, радио, для подкастов, то есть, ну для игр подходит, то есть он универсален. Если опять же сильно не придираться, я не говорю, что он может поспорить там с профессиональными микрофонами, конечно же нет. Но, как говорится, для своей ценовой категории он работает очень даже прилично. У него шнур 1,8 метра. Ну и, в общем-то, неплохо он совместим в плане настроек с самыми различными программами. Поэтому, как бы, если не хотите сильно тратиться на микрофон, это ваш вариант. 500 рублей с учетом скидки, я считаю, это очень хорошая цена за данное устройство. На втором месте у нас расположился микрофон проводной Sven MK200. Если сравнивать с предыдущим вариантом, то, конечно, он будет слегка похуже. Но, тем не менее, за 350 рублей это хорошее решение, особенно если у вас вообще нет микрофона и вам надо, например, с кем-то общаться. Ну, условно говоря, там вам надо онлайн урок какой-то поучаствовать, да, допустим, отвечать на какие-то вопросы. Либо, допустим, у вас там работа удаленная, да, вам нужно каким-то образом взаимодействовать с начальством. Самый нормальный вариант. То есть, качество записи, конечно же, там высоким не будет, да, будут какие-то там искажения. Но при определенных настройках этого не будет особенно слышно, поэтому можно пользоваться. Он предназначен для конференции в основном. Тип настольный, можно регулировать, как вам нужно, потому что вот эта часть, она гнется. Ну и крепление на стойку. За 350 рублей вариант неплохой. Третье место у нас занимает, похожий на предыдущий микрофон, Defender MiG-117. Примерно те же самые характеристики, но он, скажем так, чуть-чуть больше вызывает нареканий со стороны пользователей. Хотя я бы вот эти две модели сравнил, они, на мой взгляд, практически идентичны. При том, что Defender стоит 297 рублей. Он тоже настольный, тип динамический, электретный, предназначен для компьютера, для конференции, вообще используется как универсальный микрофон. То есть рекомендовать его могу для тех случаев, когда микрофон, что называется, ну нужен для каких-то таких универсальных задач. То есть сильно ничего особенного вы не ждете, лишь бы был. Ну этот как раз тот самый вариант. На четвертом месте у нас расположился микрофон проводной GMNG MP300G. Полутораметровая у него идет шнур. И, в общем-то, испытания показали, что у него очень неплохое качество и записи даже. То есть, в принципе, его реально можно и для стриминга использовать. 895 рублей он стоит, но почему-то очень мало отзывов, мало оценок. И оценку среднюю поставили невысокую. Хотя, наверное, если бы не мнение людей, я бы его поставил где-нибудь на второе место в нашем рейтинге. Очень неплохая, даже удачная модель. Поэтому присмотритесь, возможно, вы измените статистику в лучшую сторону. Ну и, наконец, на пятом месте у нас расположился микрофон проводной Sven MK495. Это вообще простейшее устройство. Длина вот этой, хоть регулируется вот эта стойка, но у нее длина очень небольшая. Ну, как настольный микрофон, в принципе, пойдет. Чувствительность у него достаточно низкая, но в то же время помех, минимальное количество он фиксирует. То есть, при должной настройке он очень неплохо может сработать. То есть, используется как универсальный микрофон. Как люди пишут, часто приобретают его именно для онлайн-игр. Потому что встроенные в наушники микрофоны, они очень часто с такими искажениями, с такими помехами передают информацию, что, в общем-то, невозможно даже играть. То есть, другие игроки в команде, они просто плюются, слушая вашу речь. Поэтому, если вы имеете дешевые наушники с микрофоном, как раз вот это будет шикарное дополнение. 568 рублей. Ссылки на лучшие микрофоны для ПК до 1000 рублей с Яндекс.Маркета вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик. И всего вам хорошего.